Вообще, в Харьи Бхакти Веласи говорится, что Экадаши – это трехдневный пост. Итак, начинаем с десятого дня. Десятый день называется Дашами, потом идет сам Экадаши – одиннадцатый день, и в дом двенадцатый день – два Даши. И рекомендуется на десятый день и на двенадцатый день один раз вкушать. И на десятый день вкушается хавишьяна, или хавишья ее называют. Что это такое? Это кичери из риса и мунгдала. Такой горошек есть. Это в десятый день, это не на Экадаши. На Экадаши пост полный будет. И готовится он без всяких специй, он готовится без масла и даже без соли. Если держать вот полные Экады, что вот в этот десятый день нужно днем поесть вот таких кичери. Чем хорош кичери? Он хорош тем, что он очищает организм. Некоторые делают клизмы, некоторые делают, знаете, слабительные. Но все это лучше сделать до кичери. Потому что идет такое более грубое очищение желудка, кишечника и так далее. А уже в этой вот кичери 70% риса и 30% мунгдала или маша. Такой индийский горошек. И он вытягивает токсины отовсюду, отовсюду, отовсюду. Некоторые, знаете, некоторые даже посты держат по пять дней, по неделе держат вот на таком кичери, чтобы почиститься. Очень-очень хорошо. И его можно в такие посты есть не один раз в день, а можно два раза в день есть, и даже три. И он все-все-все вытягивает. И поэтому вот мы почистили, очистили свой тракт. И благодаря этому поститься, полный пост держать, как мы называем, на сухую, несложно. И я вам хочу сказать, что так же легко держать полный пост, когда мы повторяем мантру. Целый день повторяешь мантру, и пока повторяешь мантру, в общем-то, и ничего не хочется. И пить не хочется, и есть не хочется. Итак, прошел одиннадцатый день, и на следующий день снова пост. И какой пост? Первое, это мы снимаемся с поста в определенное время, когда наступает рассвет. И снимаясь с поста, лучше всего сниматься с постом, с постом, это молоко, разбавленное наполовину водой. И при этом можно съесть несколько фиников, два-три финика съесть. И съесть маленькую-маленькую крошечку, зернышко, риса или чего-то еще, чтобы просто прервать пост. И в обед можно принять пир, но этот пир должен быть на топленом масле. То есть, вот это молоко, разбавленное водой, можно выпить стаканчик вот этого молока, один-два финика съесть, и оно тоже такой очищающий эффект имеет. Запускает все наши системы очень мягко. Потому что пир, это все-таки вещь такая непростая, это вещь такая тяжелая. И получается трехдневный пост. И в ночь с Экадыши на Два Дыши рекомендуется делать ночное бдение. И ночное бдение – это квинтэссенция Экадыши. Оно дает огромную-огромную силу, духовную силу, дает потенциал. Даже те, кто держат ночью вот такое бдение, не спят, а воспевают святые имена и так далее – Продолжение следует... Ари Кришна, дорогие преданные! Ари Кришна, примите наши поклоны! Это Нарай Ирадха! Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Балберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составить 50 магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Балберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только баговый гид, около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг, и мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Балберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз, но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Балберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны, и давайте распространять книги вместе.